Всем привет! Ну вот, я вроде как немножечко оклемался и уже даже сегодня вечером буду, на первую работу поеду. Хочется сказать о том, как у меня прошла болезнь, возможно, убедить тех людей, которые до сих пор не верят в вирус, в пневмонию тяжелой формы, чтобы все-таки люди подстраховывались, носили маски. Не знаю, какой процент защищает маска, говорят до 30%, но все-таки, ребята, ну такое время сейчас. Давайте все-таки уважать других, потому что маску я нигде не снимал, практически нигде, всегда в маске был, однако я заболел, потому что вокруг меня многие люди маску не носили. Все-таки защита должна быть с двух сторон, как мне кажется. Вот у меня, кстати, с джума пришла новая такая уже масочка. Уже не знаешь, как спрятаться от всех этих вирусов. Тут еще и защита глаз идет. У меня там еще щиток приходил, но он не совсем удобный. Я еще, как только началась пандемия, на выписывал разных моделей, потому что китайцы, они очень быстро адаптировались к этому. И сразу куча разных моделей масок появилась, и можно было выбрать. Но так как китайские все маломерки, поэтому лучше выписать несколько моделей и подобрать себе более удобную. Но поролоновые маски, в частности, мне очень нравятся. И они недорогие, и стираются легко, и дышаться в них не тяжело. Ладно, перейдем к тому, что у меня началось. Сначала это было, выглядело как простая простуда. Ну, вообще не было ни насморка, горло не болело. Просто температура небольшая, там до 38, может быть, по вечерам. И вот через два дня после того, как эти температуры вечерние появились, в один из дней я просто уже не смог встать. То есть слабость, насморк, затруднение дыхания, то есть все сразу с копом. И тут уже как бы было понятно, что нужно вызывать врача на дом, потому что температура держалась 39,5, у меня вообще стабильно. Какое-то время мы пытались ее не сбивать, чтобы она как-то, ну, работал как-то иммунитет. Но когда это критически уже долго держится, то, естественно, ну, надо принимать какие-то препараты. Врач выписала два антибиотика, ну, и там еще большую кучу лекарств. Я как-то не вдавался, у меня башка вообще не соображала, поэтому этим занималась мама. После этого, наверное, 7 дней это были самые вот тяжелые в этой болезни, потому что я сходил на рентген, как меня отправил врач. Рентген показал одностороннюю пневмонию. Ну, собственно, то же самое мне сказала врач, когда она меня прослушивала, что одно легкое плохо прослушивается. Ну, тут даже я, непонимающий, вижу, что на одном легком какая-то матовая дымка. Тяжко было, конечно, но представьте, с температурой врача вызываешь домой. Кстати говоря, два раза мы вызывали врача, и два раза они приходили достаточно быстро, на удивление. И, значит, домой вызываешь врача, потому что ты с температурой, а то, что ты с температурой, никого не волнует. Ты должен идти на рентген, значит, сидеть там в очереди. Ну, вот это мне не совсем понятная, конечно, история. Если ты уже врача вызываешь на дом, что, наверное, не просто так, а потому что у тебя нет просто сил. Поэтому я с трудом это все преодолел, хотя здесь вот буквально одна остановка, да, на поликлинике. Ну, ладно, я это прошел к врачу, я потом не пошел, меня направили к врачу, но я с температурой опять домой, и вызывали врача уже опять на дом. Ну, ухудшений как-то не было, но и не было улучшений. Какое-то время вот эта вот температура, слабость все это изматывает. Аппетит у меня не пропадал, обоняние не пропадало. Вкусовые ощущения я тоже все чувствовал, в силу того, что аппетит у меня был нормальный, я ел, в принципе, нормально, но сил почему-то не было. И вот, что очень сильно запомнилось, это устойчивый вкус такого цинка во рту, как будто у тебя все зубы металлические. И прямо вот такой кислотно-металлический. Это прямо вот ощущалось. У меня, более того, обострилось обоняние, и я, конечно, дома все отключил автоматические ароматизаторы, и вот малейший только какой-то фон какого-то, даже вот запаха с кухни, и все, я закашлялся, кашлять было очень тяжело. В общем, скорую мы вызвали вечером, когда температура поднялась к 40. Ну, это уже вот в эту неделю в тяжелую приехали врачи, там, или младший медперсонал, не знаю, говорят, что не хватает врачей для скорых. Они мне ни укол не сделали, ничего, обмерили всего, значит, и кислород, и давление, и температуру, и предложили поехать сделать томографию, да, эту спиральную компьютерную. То есть температурой под 40, меня повезли туда, я там еще отсидел полтора часа в очереди, потому что народу было очень много вечером. И, значит, где-то в районе часа ночи я прошел ее, и мы не стали ждать результат, потому что он через 4, там, или 3 часа выдается. Естественно, ну, я был с мамой, мы взяли такси и уехали назад домой сами. А утром уже она съездила, забрала результат. Ну, вот, здесь уже мне поставили вирусную двустороннюю пневмонию. Такой вот снимок. То есть уже с одного легкого уже разрослось на 2. И 20% одного легкого я уже там, значит, потерял, и 23% другого. Но в больницу кладут, там, стационар, для тех, кто свыше 30 теряет, там, по-моему. Поэтому дальше я продолжил лечение дома. После томографии мы вызвали опять врача на дом. Она все это почитала, посмотрела, потому что специалисты, которые выдают вот этот листочек, да, из клиники, они оговаривают то, что это предварительная, ну, то есть это не конечная диагностика, как бы, да, и они вот... То есть диагноз должен поставить лечащий врач. Все, это вот для него просто как, не знаю, инструкция, да, он посмотрел, почитал, чего повреждено, сколько, как, и он уже принимает решение по лечению. Мне сменили все препараты. Уже на тот момент, по-моему, антибиотики я все и пропил как раз. Ну, в общем, заменили уже там какие-то отхаркивающие, какие-то там витаминов очень много. И все, что вот мне выписывали два раза, да, как ни странно, оказалось в аптеке, вот даже у меня здесь, в моем районе, в аптеках было. То есть не было таких препаратов, которые мне выписали, и мы не смогли купить. Ну вот, потом, спустя там вот эту вот тяжелую неделю, кстати говоря, после томографии я почему-то себя почувствовал полегче. Уж не знаю, излучение, конечно, там очень сильное. Так как у меня все чувства обострились, я вот лежал, и я чувствовал запах такой, знаете, когда на пляже лежишь, на открытом солнце, ну, запах горелой, подгорающей кожи. Вот там такое же ощущение было. Я первый раз делал эту томографию. И вот такой, знаете, цыпленок табака, ну, гриль, крутится вокруг тебя эта штука, значит, и еще и вот поджаривает. И когда я оттуда, может быть, это, конечно, мобилизация вся организма так сработала, но вот после этой томографии я приехал, и оно было полегче, даже, по-моему, я так хорошо уснул дома. Ну, и потом потихоньку, постепенно стало легче, появились немножко силы, легче стало ходить. Долго еще какое-то время этот цинковый вкус во рту я ощущал. Но уже понятно было, что дело идет к выздоровлению. Понятно, что легкими еще в полную мощь я не могу дышать, мне как-то больновато, дискомфортно, но я чувствую все равно, что с каждым днем потихоньку, помаленьку силы и здоровье возвращается. Не знаю, какие будут дальнейшие последствия. Ну, вот, собственно, вот такая вот история моя. Кому может быть интересно будет. Но такая пневмония. В общем, у меня брали мазок, но уже брали не на активной стадии. То есть, вот эта вот неделя тяжелая, она уже прошла. Там же странное такое. Мазок не все время показывает, есть у тебя ковид или нет. Он показывает только в активной стадии, когда ты являешься вот прям активным распространителем его. То есть, при выдыхании там воздуха. Ну, вот, у меня он не показал, но у мамы до этого показывал. Мы взаимодействовали, поэтому, скорее всего, ковид у меня все-таки был. Хотя у меня нигде, ни в каких бумажках нигде не написано про ковид. И у меня он сразу был уже отрицательный. Когда у нас двоих взяли мазок, то он был отрицательный. Поэтому, но я все-таки думаю, что, наверное, это не чистая пневмония была, потому что как-то очень тяжело. Прям вот неделя это была прям вот овощем себя чувствуешь, потому что сил встать нет. Все звуки тебя бесят, все запахи тебя раздражают. Все настолько дискомфортно. Плюс постоянное состояние вот этой вот агонии какой-то, да, в силу того, что температура достаточно высокая. Ну, вот, конечно, не спать, не толком... В общем, это было что-то. Поэтому, ребята, носите маски, если хотя бы на 30% они защитят от вот этих вот тяжелых таких осложнений и заболеваний, то все-таки предохранять себя как-то надо. Понятно, что это дискомфортно, это неудобно, но вот так вот болеть, поверьте мне, это намного тяжелее перенести. Тем более непонятно, какие будут последствия. И вообще выработались или не выработались у меня антитела, я тоже пока не знаю сдавать опять анализы и платить за это деньги. Кстати, томографию мне делали бесплатно, потому что когда привозят скорая, то делают бесплатно. Ну, и рентген, естественно, тоже. Платить вот за вот эти вот анализы, конечно, по 2 500, там по 3, выкидывать деньги, когда и так сработает тяжело у всех, я думаю. Ну, не хочется. Поэтому поживем-увидим. Тем более, ну, узнаешь ты о том, что у тебя появились антитела. Ну, штамм все время меняется, вирус все время мутирует. Поэтому не факт, что эти антитела защитят тебя от следующего заражения. История такая непонятная. Не знаю, насколько и когда изучат этот вирус. И мы узнаем какие-то подробности. Но пока вот сейчас в силу такой ситуации, конечно, надо себя беречь. Надо по возможности как-то ограничивать, может быть, даже общение. И стараться защитить хотя бы вот такими средствами, как маска.